Оранжевый жилет и первая ассоциация москвича – мигранты. Именно так называется выставка современного искусства, которая проходит в эти дни в Москве. Автор этого арт-объекта Ирина Нахова решила объединить образ всех приезжих гастарбайтеров в одном большом оранжевом жилете. Два жилета двухсторонние, они связаны, они вместе, сшиты вместе, вы не можете их разъединить. Люди, которые приезжают сюда, они в каком-то смысле, условия их труда, и они содержатся как рабы иногда. Поэтому связаны одной цепью, связаны люди, которые не могут разъединиться. Если бы все люди были казахские, так назвал свою картину художник из Казахстана Куаныш Базаргалиев. Одним взмахом кисти сделать из европейца человека с восточным разрезом глаз легко. А в жизни все не так просто. Мигранты чаще чужие, чем свои. Он сказал, что миграция, само понятие, оно позитивное. Другое дело, в каких условиях оказались мигранты. Если у нас в стране где-то, может быть во Франции, Германии, есть нетолерантные мигранты, которые ведут себя негативно, это прежде всего от условий, в которых они находятся. Похоже, в сближении художников и мигрантов новый социальный тренд в столичном искусстве. На это есть основания, объясняет куратор выставки Аннушка Браше. Если на политическом уровне о миграции чаще говорят, как о негативном явлении, то художники ломают стереотипы и помогают указать на положительные моменты. Художники не понимают процесс миграции узко и негативно, потому что они работают с культурным процессом, и визуальная культура, и музыкальная... На ней положительный момент миграции как раз более заметен. И то, что мы слышим негативное о миграции, как определение, как неотношение, это какое-то сиюминутное, чисто политизированное, там, желтый пресс или что-то. И вовлекая в это художников, у вас расширяется это понятие и теряет свой негативный смысл. На биенале представлены арт-объекты художников из Центральной Азии и России. Посетить экспозицию и, возможно, сломать собственные стереотипы можно до 13 октября. Максим Черепанов, Максим Фоменко. Специально для телеканала 1612.